Джей Ди Вэнс is such a man! Так встречали кандидата на должность вице-президента США на съезде Республиканской партии. Имя Джей Ди Вэнса тут же появилось на плакатах в поддержку Трампа. Сторонники вписывали его маркером. Джей Ди – живое олицетворение американской мечты. У него скромное происхождение. И хотя, быть может, он даже представить не мог, куда приведет его жизнь, он никогда не забывал, откуда он. Ценности Огайо у него в крови. Сенатору 39 лет. Он служил в морской пехоте и учился в ельской школе права. А прославили его мемуары под названием «Деревенская элегия». В этом бестселлере Вэнс описал свое бедное детство и наркозависимость матери. И в целом говорил о проблемах сельских районов в горах Апалачи. Книгу экранизировал Нетфликс. Многие колеблющиеся штаты похожи на Огайо. Бывшие индустриальные штаты, где много деревенского белого населения, которое не выиграло от экономического роста последних лет. Это штаты, которые Трамп сумел отобрать у демократов на выборах в 2016-м и потерял несколько из них в 2020-м. Вэнс привык говорить с такими избирателями на одном языке. А язык у Вэнса острый, и раньше он критиковал Трампа, не стесняясь в выражениях. Называл нынешнего напарника на выборах циником, идиотом и мерзавцем. Но когда два года назад Вэнс захотел стать сенатором от Огайо, риторику пришлось сменить. Одни говорят ради голосов, другие — потому что увидел успехи политики Трампа. В Сенате Вэнс выступает как ярый консерватор. Он против права на аборт и блокировал выделение помощи Украине. Думаю, Зеленский будет очень обеспокоен таким выбором. Это сигнал. Вэнс невысокого мнения о продолжении помощи Украине. Это может быть намеком на то, что Трамп на самом деле думает о помощи Украине в случае победы на выборах. Но, думаю, в целом, американцы, конечно, теряют терпение по поводу войны в Украине. Она продолжается больше двух лет, и люди начинают задумываться, на что мы тратим деньги и что получаем взамен. Вэнс из этого лагеря. Цель Украины — выйти на границы 1991 года Вэнс называл фантастикой. Он считает, что для этого у страны недостаточно живой силы, а у западных союзников — боеприпасов. С этим не согласны многие республиканцы и демократы. Они настаивают, что общая экономическая и военная мощь стран Запада превышает российские возможности. В первом же интервью после выдвижения Вэнс заявил, если Трамп вернется в Белый дом, начнет переговоры о мире с Россией и Украиной, чтобы быстро завершить конфликт. Я никогда не называл Путина добрым и дружелюбным человеком. Я говорю, что он человек с определенными интересами, и США должны отвечать этому человеку с определенными интересами. «Нам не обязательно с ним соглашаться. Тот факт, что он плохой парень, не означает, что мы не можем с ним поддерживать базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов». Вэнс считает главной угрозой Соединенным Штатам Китай и говорит, что Европа сама должна заниматься собственной безопасностью. Один из европейских чиновников в анонимном комментарии изданию «Политика» назвал назначение Вэнса «катастрофой для Украины». Ну а действующий вице-президент США Камала Харрис уже вызвала напарника Трампа на дебаты. Антон Бенедиктов. Настоящее время.